Три разные зоны в нашей голове отвечают за любовь как страсть, любовь как отношения и любовь как духовная общность. Когда у тебя три разных локатора, эти локаторы были настроены разными людьми в разное время, исходя из случайностей, исходя из культурных различного рода стереотипов. Если вот эти локаторы работают в разную сторону, а у большинства они работают в разную сторону, вот эта вот фигня и происходит, понимаете? Вкратце пока напомню несколько идей, которые лежат в основе того, чем мы сейчас занимаемся. Мысль о том, что любовь, а именно если мы говорим о семейных отношениях, то любовь это то, что как раз вроде бы должно соединять, но во всяком случае такова мифология начала 21 века. О том, что браки создаются нет ни на небесах, и вовсе не родителями, не потому что положено часики тикают, и все такое, а именно по любви. То тогда следует напомнить, дорогие мои, что существует три. В 50-х годах прошлого века кто-то из британцев высказал такое предположение, которое было подтверждено британскими же учеными в начале уже нашего века. Три зоны коры головного мозга, три разные зоны в нашей голове отвечают за любовь как страсть, любовь как отношения и любовь как духовная общность. Понятное дело, что на протяжении многих тысячелетий в разных культурах, спасибо, в разных культурах, под словом «любовь» понималась разная. Китайцы вообще выступали явными противниками любви как страсти, считали, что все дело в технике с одной стороны, а по поводу романтических различного рода воззрений искренне считали, что романтические воззрения приводят исключительно к несчастью, ибо если человек начинает страдать, то тогда, соответственно, ему от этого плохо. Вообще есть подозрения, что идея о любви – это идея европейская, ну, много разных идей, но вот три зоны, три зоны они есть, три зоны разные, три зоны изначально не связанные друг с другом, но три зоны, которые мы можем связать вместе. Вот сейчас во время упражнений примеряли на себе некоторые критерии другого человека? Вот это интересно, понимаете, потому что неожиданно, и, кстати, если уж на то пошло, то вот с критериями и ценностями интересная вещь. Как только ты начинаешь осознавать, что это твои ценности, что это твои критерии, у тебя появляется, ну, некоторого рода свобода работы с этим. Как только ты начинаешь примерять на себя чужие критерии, ты начинаешь понимать, что вообще-то жизнь твоя могла бы сложиться по-другому. И вот здесь встает вопрос, как нам откалибровать свои прицелы, как нам свести их воедино, потому что, согласитесь, что когда у тебя три разных локатора, эти локаторы были настроены разными людьми в разное время, исходя из случайностей, исходя из культурных различного рода стереотипов, исходя из различного рода несообразности нашей жизни, и вот эти вот три локатора, они могут и очень часто показывают в разные стороны. Я не знаю, Юра, вы давали упражнения? Упражнения-то достаточно забавные все-таки. как критерии из одного слоя могут сочетаться с критериями другого. До этого не дошли, до этого не дошли. Представьте себе, что у человека есть три системы критериев. Вот одна страсть. Вполне возможно, что страсть нам досталась еще от наших обезьянских предков. Страсть, она, как это сказать, Иван Ефремов вообще считал, что вообще главная задача страсти это вот оставить потомство, а дальше хоть трава не расти. Ну, то есть, идейка достаточно любопытная. Собственно, на сегодняшний день достаточно большое количество мужчин, живущих отдельно от женщин, и женщин с детьми, живущих отдельно от мужчин, подтверждают, что главная обезьянская задача выполняется. То есть, гены передаются дальше, все нормально, на этом можно не обращать внимания. Страсть, как желание вида, выжить. Иван Ефремов так вообще говорил, что самое здоровое в этой самой страсти, оно определяется как раз вот тем, что выбираются особи, которые наилучшим образом в состоянии передать потомство дальше. Широкие бедра, легкое рождение, длинные ноги, способность убежать, молочные железы, выкармливание. Ну, то есть, идейка такая. Мне эта идейка как-то не очень нравится, хотя она правильная. И тем не менее, у каждого из нас вот эти вот импринты, которые случились со страстью, какой она должна быть, чтобы зажглось, зажглись, чтобы зажегся огонь в чреслах, и так, что здесь? Здесь один набор. Семья. Ну да, хочу напомнить, опять-таки, что-то меня сегодня на обезьян вообще тянет. Вот, значит, хочу напомнить, что мы как обезьяны вообще-то моногамны. Это все в курсе. Ну, то есть, мы произошли от моногамных обезьян. Там идея была какая? Мужские особи уходили на охоту, ну, на сбор корешков, да? То есть, и там нужна была кооперация. Все логично? Вместе с тем, там должна была быть кооперация, но у тебя должна быть уверенность, что ты воспитываешь своего ребенка, а не чужого. Ну, то есть, вот этот вот сложный эволюционный механизм, собственно, на протяжении нескольких десятков тысяч лет и заставил нас быть моногамными. Это хорошая новость для тех, кто считает, что это не так. Итак, семья. Семьи мы получаем в другом месте. То есть, если страсть, это гормоны, которые бушуют в определенном возрасте, помножены на интернет при сегодняшнем развитии техники, то семья – это то, что мы видим с детства. И то, по отношению к чему мы решаем, брать нам это или нет. Я хочу, чтобы так было. Я не хочу, чтобы так было. То, что мы подсматриваем у своих друзей, у их родителей, то, что мы читаем в книгах. То, что мы смотрим в фильмах. Хочу напомнить, что, в общем-то, после Второй мировой войны детям приходилось добирать вот то, что здесь должно происходить из фильмов, из средств массовой культуры. Ну и, наконец, романтика. Я бы еще сказал дружба. Вот это вообще отдельная тема, да? Это вообще отдельная тема. Обратите внимание, что друг с другом они не связаны. Романтика, дружба. И вот теперь прикиньте, как правило, ты ухватываешь другого человека в окружающем мире локатором. Ну, допустим, вот этим, да? Та-дам! И, допустим, человек попал под все твои вот эти вот локаторные фишки, да? А вот потом начинается смешное. Потому что потом ты начинаешь его проверять по другим локаторам. Понимаете? А они не связаны. Очень часто они не связаны. Допустим, здесь у тебя написано внимательный. Допустим. Допустим, здесь у тебя написано брутальный. Какова вероятность того, что внимательный человек будет брутальным? Не-не-не, я уверен, еще раз, я уверен, что такой человек есть. Понимаете? один. Год рождения 1763-й, Вена. Так вот, к чему я? Да? К чему я? К тому, что если эти фильтры, если вот эти локаторы работают в разную сторону, а у большинства они работают в разную сторону, вот эта вот фигня и происходит. Понимаете? Ну, в смысле, та фигня, которую мы видим на улицах и участниками, которой мы иногда являемся. Ну, то есть, успокойте меня, скажите, что здесь ни у кого, кроме меня, не было разбитого сердца. Что, как это? Что у всех все нормально, да? И что у одного у меня были там вот сложные отношения, из которых я с трудом вышел, а моя бывшая так в них и осталась. То есть, про что я, ребят? Про что? Про простую вещь? Вот давайте так. Базовые ошибки, которые возникают при настройке локаторов. Давайте вот про них поговорим сейчас. Продолжение лекции и много других полезных фишек вы увидите в нашем онлайн-курсе «Секреты счастливых отношений». Ссылка на курс в описании этого видео. Вот если говорить о семейной жизни, они живут за счет вот этих вот. Поэтому часть удовлетворено, а часть нарушается. Ну ладно, я потерплю. То есть, человек начинает смотреть по сторонам, посматривать, погуливать, потому что вот по нашему опыту я скажу так, три из пяти. Поскольку информация может быть полезна не только вам, но и многим другим людям. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!